Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Вот у меня шкафчик. Шкафчик, что там такое? Пакет какой-то. Смотрю, что там такое. Так, это у меня шкафчик. Тут я еще ничего не убрала. Вверху. Но я прямо с радостью все свои пальто и шубейки впихнула. Впихнула, да? Русский, как весело. Туда поместила. Значится. Тут у меня пальто, да, пальто такие, вот знаете, это не баллоневые, не актуальные, не шуршащие, вот только такое типа драпа. Все такое, тканевые. И тут шубейки. Но это не все шубейки. У меня еще красная шубейка. Она у меня сюда не помещается, потому что это самая толстая из всех. Все, сейчас я вам покажу, что я тут прибрала на своем расхламлении. Тут был бардак. В общем, бардак такой, что здесь висело. У меня пакет еще под ногой. Я все тут расхламляюсь и снимаю. Тут у меня висело кардиганы, там всякие разные между пальто, всякие там блузы даже висели. Я не знаю, что висело. Так, это у меня такая розовая шубейка. Очень такая классная. Я ее люблю. Она такая мягкая-мягкая-мягкая. Я ее купила в видео с ней. Это я покупала еще во время своего блогерства. То есть это у меня самая новенькая шубейка из всех шубейок. Она в размере L. И когда я ее купила, я не была L, но у меня не было выбора, потому что она была одна единственная. Она висела, ее там модели примеряли. Я говорю, можно мне ее взять, купить? Продается? Она говорит, да. Только, говорит, потом. Я потом поверх поехала. Я этот показ не смотрела. Я не люблю всякие показы в ТЦ смотреть. А поехала наверх, потом вернулась. И все-таки я ее купила, да. И вот такая была довольная-довольная этой шубки. Сколько она стоила? Она стоила что-то 60, чем-то 69, что ли. Вот такая вот. Корошенькая, корошенькая. Так. Ну, недорогая, но очень мягкая. Тут, девушки, у меня такая косуха. Косуха, шуба-косуха. Такой был такой вот, знаете, она вот такая вот. Наскосок. Раз вышли в замок. И вот так, да. Тоже был хайп у блогеров. Тут вот помада. Так она чистая, но тут вот, видите, что почистить надо помада. А так она сама чистая. Ничего в ней такого нет. Она не грязная. И ее любила я, и Аминка. Прямо страшное дело. Прямо страшное дело. Носили ее с такой вязаной шапочкой, помню, металлической. С металлической вязкой. Кожзам-леггинсы там. Ботсы. Сиреневый пуловер, помню. Помню, это самое. Разное. Вот такие розовые шапочки, такие пушистенькие, разные. Все такое, знаете, такое светленькое. И черное к этому. И сумка к ней еще какая-то была. Малиновая, бархатная. Типа Шанель-Манель на цепи. Все такое носили. Ну, это уже, ну, ну, да. Так. Вот. Надо ее чистить тут. Ну, она мне очень нравится. У нее такое... Я думаю, это косуха, да. Я ее пока не выбрасываю. Но, знаете, дело в том, что я это уже не ношу. Все мои вещи тут не старше 4 лет, девушки. Тут у меня такая козья-козья шубка. Ну, она не козья, но она под козу, да. Вот такая пушистенькая. Ну, как короткая. Короткая, ну, до бедер, да. Широкая до бедер, вот такая. Тоже классная, классная. Я ее купила за 30. Ну, ее оценили, да. Такая хорошенькая. Вот такая. На кнопочку. Прелесть. И, в общем, я ее купила, носила и радовалась Амина, по-моему. Не знаю, она раз одевала эту. Я сейчас прочла, что они опять в моде, поэтому я думаю, буду носить. Сейчас опять такая коза в моду. Моя дочь очень быстро не носит вещи. Ну, некоторые. Но, в основном, она вот эту шубу она впервые в этом году носила. Я ее вообще не ношу уже. Купила, носила, но в этом году как не носила. Но она не с этого года. Эта шубка у меня длинная. Я где-то в локбуках вам все это показывала. Такая мягенькая, хорошенькая. Она от какого-то бейюнг. Я ее купила сразу с сумкой с моделью. Она свисела не на модели, а на кукле. И она свисела в сумочке в джинсах. И мне понравилось, я ее взяла. Ну, вот так это выглядело. Она с этой сумкой, я и так ее купила. Кстати, там что-то внутри есть. Сейчас посмотрим. Телефонная сумка, но она такая удобная. Я ее люблю. В общем, там есть такая. Да, так она и была. Я так ее и купила. Вот. Хорошая шубка в этом году. Я ее не носила, по-моему. Или один раз одела. Вроде один раз одела. Но я что хотела сказать, а Минка ее наконец одевала. А так она не все носит, что я покупаю. Ей надо ждать два года там, пока она что-то оденет. Она вообще не экспериментаторша. Но некоторые вещи она прям сразу влюбляется. Например, она эту шубу не носила. Эту она прямо обожала. Эту вообще не трогала. Может, раз одела. Вот эту сейчас в этом году стала носить. Это у меня Лео шубка. Ой, вот эту Аминка тоже любила. И я. Прямо сразу. Прямо все обе влюбились. Это была любовь. Морковь. Шубка такая тоже. Ну, знаете, попу немножко прикрывает. Очень хорошие формы. Прелесть. От Хаун М. Ну, в этом году тоже не носили. Я сейчас все так ношу актуально. И оно у меня вот так вот. Тут прозябает, девушки. А Аминка еще достанет шубейку и оденет на работу. Она, знаете, потому что она позже меня вещи носит. Она сейчас в последнее время, как я говорю в видео, носит актуально очень. И у нее такое настроение бывает вот такое достать. А у меня вот ноль. Не знаю почему. Не охота. Все ношу только-только то, что купила в этом году. Не знаю почему. Не ношу старое почему-то. Она такая хорошая. И так ее лажала. И знаете, очень хорошо с такими Лео носить яркие. Ну, вот, например, смотрите. Вот так сумка, да? Прекрасная. Вот так смотрится очень. Очень повышает. Какая-то беретка и шубка. Ну, вот такое не надо, потому что вот этот лак, он уже яркий, да? И вот это все вместе, как узор на узоре получается. Но не вписывается, да? Надо, чтобы спокойно было без блеска. Вот тоже такая одна любимица. Это тоже Аминкина была любимица и моя. Вообще прям она коротенькая. Очень классная. И тоже весь Инстаграм был ее полон. И все. И вот очень хорошо. Я ее носила с красной, с красной мини, с кожей леггинсами и с ботинками. Ну, вот так же перед этим. Видите, как это хорошо играет, контраст с ярким цветом. Прелесть. И такая короткая, знаете, такой был мастая шубейка. Прямо все-все-все-все по ней с ума сходили. И я так была рада, что я отхватила тут крючочки. Ну, сейчас тоже не ношу, но, знаете, она чуть приталена. Сейчас приталена входит в моду. Я думаю, это опять будет в моде. Тем более такая яркая. Это шубейка в стиле Макс Мара. Она и была сделана после... Ну, как Хан Эм все делает, подделывает, да? Подделывает, чуть изменяя легко детали. Вот. И тоже все блогеры с ума сходили. Самые лучшие мои блогеры, которые я там смотрела. И вот прямо вот. Это было так классно. И это я носила с джинсами, с кожей, с амбрюками. И мне так это нравилось. Это вообще... Ну, тоже в этом году не носила ни разу. Весит пока, да? Ну, вот так хорошо, например, с шопером, да? С таким. Так тоже подойдет. Расцветка, она такая спокойная, знаете, вот сочетается тоже. Очень хороши вот эти карамельные тона к ней просто вообще, да? Вот так. Зеленую можно тоже. Вот такую, да? Сумочку. Такой цвет тоже можно. Теперь есть еще такая красная шуба, девушка. Вот такая красная. Тут у меня сумки везет. Она у меня сюда не помещается. Она толстая, но... Ну, знаете, вот такая толстая, толстушка такая. Ну, так ее я, Минка, любила я. Она вообще классная. Она так покрывает бедра, то есть она не холодная. Но она не длинная. Это уже большой отложной воротник. Очень классная шуба. И в этом году я ее тоже не носила. Ну, она тут висела, но я ее не носила. Не знаю, Минка, может, раз одела. Но мы ее обе любили. В общем, тоже. Эти все куртки стоили в H&M 59. Я как-то покупала с оценкой, да? Ну, это вот были мои шубки, да? Тут у меня девушки сумки полтаются. Висят. У меня сумки везде. Так, тут с красного переход опять на красное. Это красное пальто. Теперь шубки кончились. Теперь начинается пальто. Типа такие, знаете, драповые все пальто. Ну, такое широкое, очень красивое, оверсайзное пальто. Очень классное от H&M. У меня есть видео, где я его это сам заказала. Которое прямо впереди стоит. Там с Аминкой я. H&M покупки. Тоже уже года два. Три. Обожаю это пальто. И Аминка тоже. В общем, мы когда его заказывали, нам оно обе понравилось. Мы обе его хорошо носили. Ну, с таким вот, хорошо, таки, знаете, черный цвет всегда хорошо. Шоппер и все. Хорошо. Также красному очень хорошо вот так вот сумку носить. Красному подойдет всегда Лео. Усиливает. Подойдет белый. Тоже. Даже полутона можно носить, потому что они такие нейтральные. Бежевый тоже можно носить с красным. Тоже, потому что нейтралка, да, черная, там белая, серая. Тут у меня пальто карамельная. Вот такой я тоже его люблю. Тоже его хайповали одно время. Ну, такой. Хон-Эм. Классная. Очень мне нравится. Ну, оно такого же типа, как эта желтая, которую я недавно показывала. Вот. То же самое можно носить вот с бежевым. Хорошо. Вот так. Хорошо смотрит. С черным всегда хорошо. Такие вещи. Даже с желтым можно носить. Это пальто-блейзер. Такое. В этом году было такое серое, актуальное. Я его не купила. Хотела, померила там. Что-то и не купила. Думаю, зачем мне есть такое. Обожаю его, да? Вот это пальто одно из тех, которые я ношу. А те я уже как-то и не ношу почему-то. А это еще ношу. Классно. И аминка стала в этом году его носить. А так она его не носила. Такая нейтральная вещь. К ней можно носить что угодно. Нейтрал, да? И черное можно носить. И такое можно носить. И даже яркое можно к этому носить, потому что это нейтрал. Вот так вот можно носить. То есть такие тона сочетаются. Народные. Это мое бежевое длинное пальто, которое я недавно в лукбуке показывала. Длинненькое такое. Это то, что я там тоже показывала. Которое я не знаю, куда одевать. Тоже бежевое такое. Мягкое, пушистое. Я его вместе с пуловером, как на модели, покупала. Пуловер тоже еще есть. Но тоже не ношу его. Вот. Вот с свитером таким толстым. Не знаю, что с ним делать. Но оно не длинное. Оно покороче. Это желтое, которое я вам сейчас недавно показывала. Желтыми. И оно было запаковано. С желтыми примеряла. Так. Это пальто премиум. Вот с таким вот странным рукавом, девушки. В таком цвете, да? Вот такое широченное. Экстра оверсайз. С кнопочками. Вот такие кнопочки тут. Я его носила раньше с леггинсами, кожзам, с разрезами. Но не с дырами там. Кожзам не дырявый. А вот прямо на коленках такие разрезы щиты. С бинни там. С большими черными шопперами. С черным все было. Красное. С ботинками на толстый подошли. Ну, это было уже давно. Так. Не в этом и не в прошлом году. Так. Это вот такое весеннее пальто, девушки. Вот такого априко цвета. Очень светящегося. У меня где-то есть в плейлистах лук-бук. Я там его где-то примеряла. Но уже давным-давно. Первые годы, когда я снимала. И тут вот кнопочки. Оно обалденное. Оно у меня закрывается еще на животе. Я его еще не выбросила. Потому что я выбросила красное. И в Лео пальто классное. Они не закрывались впереди. А сейчас опять посмотрела новые модные тенденции. Пальто узкий. Опять в моду входит. Ну, что делать, да? Зачем я тебе выкинула, думаю. Так. Теперь это у меня пальто в стиле Шанель Монель. Обожаю тоже его. Очень красивое такое. Вот такое. Да. Ой, с ним очень яркие цвета. Прямо вот. Что поярче. С этим очень классный контраст. Так. С этим, например, очень хорошо белое носить. С этим очень хорошо черное носить. Ну, и там это самые такие пастельные цвета можно носить. Так. Теперь. Теперь. Тут у меня это пальто в елочку. Которое я, например, тоже милю. Длинненькое такое. С таким вот поясом сзади, да? Тут у меня любимое пальто. Такое махеровое. Такое, как бы, махеровое с таким карманами. Тут еще карманы от Хаун М. Оно трапецией сделано. Это как бы, ой, я такой классный, я его так люблю. Тоже мне так эти блогеры, мне на него заманили на это пальто. И с тех пор я его обожаю. Амина его стала в этом году носить. А до этого она его очень хорошо смотрится. Яркие цвета. Красная сумочка или красная шапочка. Очень классно. Тут у меня голубое пальто от Хаун М. Премиум. Тоже я показывала. Тоже на кнопочках. Вот. Очень плотное такое. Так, длиннее. Тут синее, которое я тоже показывала, да. Синее, темное такое. Синее, темное пальто. Ой, тут очень тяжело камеру держать. Тут черное пальто. Очень мне нравится. Оно такое плотное. Оно оверсайз, оно не длинное. Как бы шлаб. У него кнопки тоже двойное. Двойной ряд кнопок. С таким отложным воротником. Но он черный, да. И тут у меня еще есть такой пончо. Пончо. Вот такой пончо. У него есть еще пояс. Вот пончо. Пончо-мончо. Черный. Ну вот. Все. Я вам показала. Все такое верхнее, что я сюда натолкала, напихала. Затолкнула как могла. И, по крайней мере, вам тоже желаю, что вы все разберете и порядок делаете. Я думаю, те вещи... Ну, сумку надо брать. Те вещи, которые я упаковала, я их не носила. Поэтому жаль. Может, я буду что-то носить. Это зимой. В основном вот такие пальто. Вот такие вот более-менее актуальные. Поэтому у меня вот такие вещи, да. Или пальто-рубашки. Там вот такое все. Поэтому у меня такое все вот висит. Вот. Я вам показала. Дело в том, что скажу я вам про свое мнение. Если я покупаю что-то дорогое, так мне его надо сто лет носить. Потому что выбросить-то жалко. Эти вещи, в принципе, недорогие. Потому что я их со скидками покупала. Это много. Хаун-Эм. Много таких вещей. И тем не менее, их жалко выбросить. Но их еще не так жалко. Я многие повыбрасывала, потому что они не помещают все. Но если бы это были дорогие вещи. Если что, мы ходили бы абсолютно в скучных вещах. Понимаете, в чем дело? Думаешь, вот это тебе надо, оно тебе надо. Ты думаешь, я это буду носить. Некоторые ты еще носишь, да, для разнообразия. Но я ношу всегда актуальное. То, что я в тем году или в прошлом хотя бы купила. То есть вот эти два года, да. А все остальное уже два, три, четыре. Уже все. Оно как бы и не носится. Вот это жалко, конечно. Но вот мы что носим? Вот это. Вот это надо бы носить не носим. Вот это носим. Вот это надо бы носить не носим. Это oversize. Тоже можно носить не носим. Вот это еще носили. Вот и все из этого. И ничего мы не носили больше. Поэтому думаю, хоть жук-то-то носить. Или что-то еще поносить. Я не знаю. Ай, дурно. Вот. Всех люблю, всех целую. Всем желаю разобраться. Как и мне. И с вещами, и с мозгами. И с мозгами. Я всегда без юмора не могу. Судюшки. Всех люблю, всех целую. Сейчас тут сумок накидала, да. Хотела вам свое расслабление тут. Результаты показать. Результаты. Что там за... Мне так интересует, что там в пакетике. Прям не знаю, что. Там внизу еще не прибиралась. Что-то в пакетике лежит. Пока. Чусь, да? Прям не знаю.